Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники, посетители канала Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске я поделюсь своими соображениями относительно минимального набора садово-огородных товаров, которые вам очень хорошо иметь к новому сезону. Нередко бывает так, что в процессе работы в саду и в огороде оказывается, что нужно что-то там докупить. И, конечно, бежать в магазин и искать это в высокий сезон бывает не очень удобно. Поэтому все очень хорошо приготовить заранее. Конечно, у каждого есть своя история сада и огорода, есть уже какие-то инструменты, которые нравятся из года в год, и есть уже какой-то набор своих удобрений, средств защиты растений, к которым люди привыкли. Это, конечно, все очень здорово. Но все-таки о минимальном наборе тех или иных средств по уходу за растениями, а также за собой, следует побеспокоиться заранее. Сегодняшний свой выпуск я веду из самого известного магазина. И это не просто магазин, это целая серия магазинов. 31 магазин по всей республике, они называются Насенни. И это магазины, которые принадлежат Минск-сорт-семь-овощу. Это предприятие наследует традиции поставок высококачественных товаров для сада и огорода. А огромного количества семян, средств защиты, всего-всего-всего, что надо для садоводов и огородников еще с советских времен. Семян в пакетиках много, они всегда схожие. И это магазины, где есть все. Кроме того, что есть масса розничных точек по всей Беларуси, еще есть и интернет-магазин, в котором все очень удобно заказывать. Как, между прочим, я постоянно и делаю. Итак, свой сегодняшний рассказ я начну с того, что необходимо именно нам, для нашей индивидуальной защиты. Я все-таки отношусь к тем садоводам и огородникам, которые предпочитают не покупать все время что-то новое, а по максимуму использовать какие-то уже вещи, которые, может быть, для ежедневного использования и ушли. Так, например, у меня происходит с перчатками. Я не покупаю специальных перчаток для роз и для каких-то там колючих кустарников. Я использую те кожаные перчатки, которые у меня остались, но которые уже невозможно носить в повседневной жизни. Они прикачевывают на дачу. Точно так же у меня происходит со многой одеждой. Какие-то джинсы там, какие-то штаны, рубашки, майки и так далее. Я уверен, что очень многие поступают именно так, как и я. Но все-таки специальная садовая обувь и специальная защита для рук, они нужны нам постоянно. Если говорить о специальной обуви, то, конечно, нужны резиновые сапоги, резиновые калоши и какие-нибудь сапоги с толстой подошвой, которых будет удобно и копать, и безопасно ходить по любой поверхности. Что же касается защиты рук, то, конечно, разнообразие всевозможных перчаток огромно. А руки, конечно, надо защищать. Потому что любые ранки, трещинки, когда вы контактируете с глиной, с песком, руки сохнут, эта грязь забивается. И потом, конечно, очень неудобно, когда эти руки корявые и грязные. И вот перчатки, вы многие можете видеть в моей выпуске, и я стою в перчатках. Потому что, ну, все-таки руки, это главный инструмент садовода и огородника, должны быть защищены. Вот есть очень много дешевых перчаток, тканевых, однако, они меня уже давным-давно разочаровали. Они очень быстро рвутся и прорываются, как правило, на пальцах. Поэтому я предпочитаю покупать вот такие вот прорезиненные. Они бывают более плотные, более мягкие, подешевле и подороже. И вот в последнее время мне нравятся вот именно такие прорезиненные. У них усилены пальчики. Как раз то место, которое рвется у перчаток чаще всего. Иной раз, когда покупаешь обыкновенные тканевые перчатки, их один день поносил, в огороде покопался, и все, надо уже выбрасывать. Ну или штопать. Ну, как правило, выбрасываешь. А это нерационально. Поэтому вот такие резиновые перчатки с прорезиненными пальцами очень удобны. Полностью резиновые перчатки тонкие я отвергаю, потому что в них очень преет рука. Тогда надо чем-то мазать руки, там тальком присыпать и так далее. Это уже возня. А вот такие вот перчатки, смотрите, они вот здесь вот дышат. Они здесь полностью защищены, то есть ладошки защищены. А вот здесь вот они дышат. Это очень такие умные, очень разумные перчатки, которые, я уверен, прослужат, ну по моему опыту могу сказать, прослужат целый сезон. Конечно, они тоже рвутся, но все-таки они гораздо удобнее, чем традиционные какие-то просто обыкновенные тканевые. Ну и кого, может быть, другие какие-то предпочтения. Ну, то есть можно взять вот такие просто прорезиненные. В любом случае, это гораздо лучшая альтернатива обыкновенным тканевым перчаткам. Давайте перейдем от средств индивидуальной защиты перчаток к различным инструментам, которые могут понадобиться в саду. Прежде всего, стоит поговорить о лопате. Ну, простая же вещь, обыкновенная самая лопата. Ассортимент лопат очень большой. Но в последнее время, да уже не в последнее, мне нравятся вот такие с металлической ручкой. Конечно, иногда для женских рук и плеч они бывают тяжеловаты. Однако, они вполне оправданы, потому что черенок вот этот сваренный вместе с полотном самой лопаты. Здесь тоже все очень хорошо приварено. И они не ломаются. А в последнее время вот металлические лопаты какие-то стали очень тонкие. Я говорил об этом в сезоне. И переламываются вот здесь очень быстро. Поэтому есть смысл купить, может быть, чуть дороговатую, но настоящую, хорошую, качественную лопату, которая прослужит вам и 10 лет. Ну, к тому же, я, например, такой садовод немножко торопливый. Я, ну, надо, конечно, если большое растение выкапывать, там, какой-то куст или дерево, значит, надо его долго-долго обкапывать, корневую освобождать. А хочется все время, так сказать, побыстрее, да, посильнее вкопать и посильнее нажать. Тут черенок и хрупнул. А вот эта лопата, она вполне выдерживает и подобного рода нагрузки. К тому же, обратите внимание на изгиб самой лопаты. Она эргономичная, она бережет вашу спину. Это гораздо-гораздо более удобный такой черенок с изгибом, чем обыкновенный деревянный черенок. Спина от такой лопаты не болит, согласитесь, это довольно важно. Среди различных инструментов для обработки почвы, это тяпки, конечно, грабли и так далее, следует обратить на плоскорезы. Плоскорезы уже давно популярны, и они бывают разной конструкцией, конформацией. Но мне очень нравятся. Почему? Потому что можно очень легко подрезать однолетние сорняки. И обратите внимание, он не очень длинный, поэтому можно работать хорошо на грядках с небольшим междурядием. Он с двух сторон здесь заточен, даже с третьей стороны он здесь заточен, что очень удобно для того, чтобы подрезать глубоко корни многолетних сорняков, которые размножаются в том числе отпрысками, и просто срезать поверхность этого сорняка, это не означает от него полностью избавиться. Поэтому однолетние какую-нибудь макрицу или галензогу очень удобно подрезать, а многолетние вот этой вот дюбой такой, как следует, подкапывать корни и уничтожать. Даже одуванчики. Конечно, маленькие лопатки с длинным лезвием для подкапывания осотов, одуванчиков и так далее, они тоже все очень пригодятся в хозяйстве. Но вот лопата и плоскорез, они, пожалуй, являются главными инструментами для садовода и особенно огородника. Следующий инструмент очень важный, который нужен буквально для ежедневного использования в саду и даже в огороде, это, конечно, секатор. Секаторов разных очень много. И, конечно, важно и лезвие, и надежность. Но я просто хочу обратить ваше внимание на тот, который выбираю я. Вот выбирая разнообразные секаторы, я отдаю предпочтение тем, у которых вот здесь вот стоит самая обыкновенная пружинка. Вот посмотрите, вот такая, вот такая вот пружинка, она есть разная, да, они есть разные. Но вот это мне нравится. Почему? Потому что она очень легкая в обслуживании. Ее очень легко смазывать, даже если секатор ваш упал и туда забилась земля, то его очень легко почистить. Пружинки другой конформации, как правило, достаточно сложны в обслуживании. И если туда попадает какая-то грязь, земля, то она там застревает, и вычистить ее бывает очень и очень сложно. Следующий инструмент, который очень нужен в огороде, и я на разных каналах неоднократно об этом рассказывал, что это главный инструмент огородника. Это, конечно, термометр. Отдавайте предпочтение спиртовому термометру. Почему? Потому что в случае его поломки, если он у вас разобьется, это не страшно. Этот спирт, который налит внутри, не представляет никакой опасности ни для вас, ни для растений. Ну, наверное, уже ртутный, то найти довольно сложно. Сейчас в основном бытовые термометры все спиртовые. Почему это важно? В первую очередь термометр нам необходим весной для того, чтобы правильно определить даты, когда необходимо сеять семена и высаживать рассаду. Огурец совершенно не выносит температуры почвы ниже 10 градусов. Если вы посадите в холодную землю рассаду, то она может даже погибнуть. Поэтому возьмите такой термометр, самый обыкновенный, самый простой. Закопайте в землю на ваших грядках, в теплице, в открытом грунте и следите за температурой почвы на глубине примерно 10 градусов, 10 сантиметров. Это та глубина, на которую вы, как правило, высаживаете рассаду. Ну, томаты, когда заглубляются поглубже, значит, там траншейка выкапывается и сантиметров 15 тоже. Значит, можно где томаты будут высаживаться, заглубить и немножко глубже этот самый термометр. И вот когда температура на глубине становится уже выше 10 градусов, ну, градусов 12 до 15, это сигнал к тому, что почва ваша полностью готова для высадки рассады, и торопиться с этим процессом, не стоит точно так же, не стоит торопиться с посевом теплолюбивых растений, к которым у нас относятся кукуруза и фасоль. А вот такие растения, как горох, редис, капуста, их можно сеять даже и в холодную землю. Также в холодную землю можно высевать и лук, морковь и свеклу. Они этого холода совершенно не боятся. Поэтому термометров этих надо немного, но по крайней мере 2-3 закопать там, где высеваются теплолюбивые растения или высаживается рассада, все же необходимо. Замечательным инструментом также является измеритель кислотности почвы. Он, в принципе, дает вполне адекватные результаты. Стоит он недорого и прослужит достаточно долго. Как правило, подобного рода измерители измеряют не только один параметр, а несколько. Он измеряет и уровень освещенности почвы, и также он измеряет pH, и также он измеряет влажность почвы. Ну, влажность почвы, понимаете, пальцем ткнуть туда и посмотреть, влажная она или нет, это не так сложно. Что касается освещенности, ну тоже на глазочек, в принципе, вы можете определить, светло или темно вашим растениям. Что же касается pH, то здесь зачастую бывают трудности в определении этого показателя. Я, конечно, вам обязательно расскажу о том, как это можно сделать в домашних условиях. Но все-таки использование инструментального метода дает нам наилучшие результаты. Еще очень важным инструментом, который я использую каждый день, когда нахожусь у себя на участке, является опрыскиватель. Можно пользоваться любым удобным для вас в соответствии с объемом опрыскивания и вашими силами. Но можно и 12 килограмм на плечи повесить, а кому-то больше трех нельзя поднимать. Соответственно, объем опрыскивателя выбирайте по своим возможностям. Среди большого разнообразия опрыскивателей, ну я, например, использую ручной опрыскиватель механический, который марки ЖУК. Они вполне надежны. Что же касается современных опрыскивателей, которые требуют минимальное количество усилий, здесь, конечно, стоит отдать предпочтение таким аккумуляторным опрыскивателям. Они заряжаются, и нажатием кнопки происходит разбрызгивание, ничего не надо качать, ничего не надо останавливаться, там подкачивать, на землю ставить. Все очень удобно. В последнее время я очень полюбил аккумуляторный опрыскиватель, поскольку ими можно обработать прям все на свете, не затрачивая действительно больших усилий на постоянные вот эти подкачивания. Еще одним очень важным материалом, который должен быть всегда и везде, являются всевозможные нетканные материалы. Ну вот у меня в руках спонбонд. Выбор спонбондов в магазинах на сене огромен. Огромен, разной толщины, разной плотности, белые и черные. Почему они так важны? Дело в том, что спонбонды очень помогают нам создавать благоприятные условия для наших растений. Это и сохранение тепла, и сохранение влаги, и самое главное, это защита той же самой рассады от сильного повреждения солнцем. Конечно, рассаду надо закаливать, в том числе выставлять ее на солнце. И мы об этом говорили, и не раз еще будем говорить. Однако, очень часто недозакаленная рассада легко повреждается солнечными лучами, подгорает, и из-за этого все наши усилия по выращиванию крепкой рассады могут свестись на нет. Поэтому спонбонд – это прям обязательный материал, который необходимо использовать в течение всего периода выращивания растений. И даже зимой, потому что тот спонбонд, который пришел в негодность уже, какие-то дырки появились, загрязнился очень сильно, уже не пригоден для укрытия растений, предохранения от ночных холодов весной, или от каких-то ранних заморозков осенью, или от птиц, там, например, защищать землянику им тоже можно, создавать временные укрытия для томатов, огурцов, дынь, арбузов. Вот такой спонбонд можно порезать на полоски и использовать для обкручивания стволов деревьев против повреждения солнечными лучами, а также всякими грызунами, в том числе зайцами. Поэтому этот материал совершенно, совершенно универсальный. Теперь давайте пройдемся по полкам с различными удобрениями. Количество разнообразия удобрений огромно, но все же есть минимальные базовые какие-то наименования, которые необходимо иметь в запасе постоянно. На их основе мы можем сделать разнообразные смеси, которые необходимо использовать для удобрения и подкормок наших растений в разные периоды их роста и развития. Все хорошо знают, что в начале роста необходимо побольше азота. Ну а к середине периода плодоношения у тех же томатов или огурцов возрастает потребность в калии. Поэтому давайте посмотрим, что мы можем здесь взять для себя. В первую очередь хочу сказать о таком замечательном удобрении, которое называется карбамид или мочевина. Между прочим, в магазинах на Сене мочевина карбамид самый-самый дешевый по всей республике. Более дешевого удобрения, чем здесь, вот этой вот марки, вы нигде не найдете. За это мне и нравится этот магазин. Здесь всегда все по честным ценам. Карбамид является универсальным удобрением и таким медленным азотом. Среди всех азотных удобрений карбамид действует медленнее всего, потому что для того, чтобы стать доступным растением, ему необходимо пройти некоторые микробные превращения в почве. Поэтому, в отличие от тех же нитратов, селитр, он не вымывается очень быстро из почвы, не делается недоступным растением и лишь загрязняет поверхностные или грунтовые воды, накапливаясь в наших колодцах. А он задерживается достаточно долго в почве, питая азотом наши растения вполне себе длительное время. К тому же, на старте, при внесении карбамида, почва немножечко подщелачивается, что на наших белорусских кислых почвах является очень и очень благоприятным. Следующим важным удобрением, которое является источником калия и азота, является нитрат калия или калевая селитра. Я не использую калевую селитру для основного внесения азота. Для основного весеннего внесения азота в гряды я использую только карбамид. Что же касается калевой селитры, то это незаменимое удобрение для наших огурцов. Это просто база подкормки для огуречных грядок и для других бахчевых растений, ну, семейства тыквенных. Поэтому он всегда у нас есть в запасе и он входит в большинство рецептур подкормочных растворов, о которых я буду говорить в течение сезона для определенных культур. Следующее удобрение, оно является источником калия. Это сульфат калия. Иногда бывает так, что растения наши поджировывают и внесение вот этого удобрения с азотом, нитрата калия, калевой селитры является недопустимым. А калий нам надо растениям дать. Конечно, можно взять зольный раствор, погашенный уксусом, но если под рукой есть сульфат калия, это очень-очень удобно. Появился краевой ожог у огурца, раз, развели столовую ложку на ведро воды и быстренько все растения огурца подкормили. Все калиевые дефициты сняты. То же самое касается и томата. Видите желтые плечики, видите, что томат сделался невкусный, несладкий, видите, что он такой плотный внутри, с белыми тяжами. Быстренько развели сульфат калия и подкормили. Все, все симптомы нехватки калия завершились. Ну и еще одно удобрение, которое также входит в составы подкормочных растворов, это монофосфат калия. Монофосфат калия очень популярен. Он также является источником калия. Однако использовать его именно как источник калия нерационально в связи с его стоимостью. Это довольно дорогое удобрение. Поэтому, когда нужно подкормить калием, используйте сульфат калия или калиевую селитру, если одновременно растения испытывают дефицит азота. Что же касается монофосфата калия, то это быстрое растворимое фосфорное удобрение. Его надо использовать тогда, когда необходимо активизировать рост корневой системы или же подкормить фосфатами. Он также является именно компонентом, источником фосфора для различных подкормочных растворов. Что касается комплексных удобрений, то я все-таки предпочитаю чаще всего при летнем уходе за растениями использовать вот эти компоненты отдельные для составления подкормочных растворов в соответствии с культурой и с потребностями в конкретном периоде, в тех или иных элементах питания. Но все-таки, обращая внимание на комплексные растворимые удобрения, я обращаю ваше внимание на такой вот желтый кристаллон. Во-первых, он содержит большое количество фосфора, содержит также и калий, и азот в меньшем количестве, содержит комплекс микроэлементов. Но самое главное, для чего его можно использовать, это для наращивания домашних разнообразных биопрепаратов. Поэтому он у меня есть в запасе всегда. Он в таком случае будет и источником питания для полезных микроорганизмов, и источником питания для наших растений, что очень и очень удобно. Говоря о разных удобрениях, ни в коем случае нельзя забывать о микроудобрениях, о микроэлементах. К сожалению, стоит признать, что большинство почв, как в Беларуси, так и в Российской Федерации, и повсеместно лишено, ну хоть какого-нибудь микроэлемента, но лишено. Вспоминая принцип бочки Либиха, мы всегда должны понимать, что если одного хотя бы микро-микроэлемента в почве нашим растениям не хватает, то все наши усилия по подкормкам, макроэлементами, по уходу за растениями могут пойти прахом. Поэтому микроэлементы должны быть в запасе у вас всегда. Конечно, можно покупать отдельные микроэлементы по отдельности, можно в хилатной форме, можно не в хилатной форме. Но я для того, чтобы не заботиться о том, дал я какой-то микроэлемент, не дал я какой-то микроэлемент своим растениям, все-таки предпочитаю использовать комплексы. И один из лучших комплексов, которые вы можете найти, это вот такой вот нано-плант. Это изобретение нашей Белорусской Академии Наук, и он содержит весь комплекс необходимых растениям микроэлементов уже в готовой хилатной форме. Там одна капелька на ведро воды, здесь есть инструкция, используется он очень экономно, и одного такого пупсика, возможно, вам хватит даже, и не на один год. Поэтому нано-плант или какие-то адекватные сравнимые комплексы микроэлементов должны быть в вашем запасе всегда. Продолжая тему подкормки растений, ни в коем случае нельзя забывать о вот таких вот разнообразных минеральных субстратах. Это может быть вермикулит, это может быть перлит, это могут быть циолиты разнообразные. Почему они очень важны? Дело в том, что они обладают очень сильной способностью аккумулировать в себе избыток различных питательных веществ. Когда вы их добавляете в почву и выполняете разнообразные подкормки, то избыток питания не вымывается из почвы, а накапливается вот в этих гранулах всевозможных. Поэтому при подготовке почвенных смесей для высадки рассады, при подготовке лунки для высадки рассады, обязательно добавляйте туда хотя бы полгорсточки вот таких вот материалов. Среди разнообразных минеральных материалов вот такой вот мелкий вермикулит мне нравится больше всего. Он обладает очень сильной поглощающей способностью. На основе такого вермикулита я делаю особые пролонгированные удобрения, пропитывая этот вермикулит растворами минеральных удобрений, о которых я только что сказал. Следите за выпусками на канале Иванова Наука, и я обязательно подскажу вам еще раз, как сделать такие удобрения длительного действия на основе минеральных удобрений и вермикулита. Так что обязательно, обязательно обратите свое внимание на подобного рода минеральные субстраты. Перейдем с вами на полки с средствами защиты растений. Одна из спорных категорий средств защиты растений – это гербициды. Многие пользуются гербицидными препаратами, несмотря на то, что существуют заявления о том, что те же глифосаты, рунда, пилораунд, торнадо являются вредными для здоровья. Но иногда мы находимся в такой ситуации, когда этих сорняки надо потравить, потому что ни выпалать, ни выкопать, ни каким-то образом их еще уничтожить механически, но просто невозможно. На смену глифосатам приходят другие препараты сплошного действия. Один из моих любимых – это препарат, который называется магнум. В низких концентрациях магнум можно использовать как селективный гербицид для обработки злаковых растений, ну, например, газонов. Он будет подавлять только осоты, подорожники, одуванчики, то есть широколистные сорняки. А злаковые растения, такие, какие нам нужны на газоне, будут оставаться. Если сделать концентрацию чуть больше, то он начинает работать как гербицид сплошного действия, убивая как однолетние, так и многолетние сорняки, принадлежащие к различным группам. Токсичность его гораздо ниже для человека окружающей среды, чем у глифосатов. Кроме того, если дать вообще очень большую концентрацию, то он может вытравить сорняки и вообще любую растительность на определенной территории на огромный период. Например, в течение года там вообще ничего не будет расти. Иногда это бывает удобно для дорожек, иногда это удобно бывает, например, на кладбище при уходе за местами погребения, там, где не нужна никакая растительность, где нужна обыкновенная чистая земля. На этой земле вообще в течение года ничего не будет расти. Таким образом, в зависимости от концентрации, этот препарат может использоваться как гербицид различного назначения. Запомните его, с помощью магнума можно даже погубить огромные многолетние, десятилетние деревья, если это вдруг вам необходимо. Как это сделать, я обещал и расскажу вам обязательно. Среди инсектицидных препаратов вам стоит обратить внимание на системные инсектициды. Конечно, какие-то экологические и дружественные способы контроля насекомых, такие как мыльно-масляные эмульсии, настой табачной пыли, настой инсектицидных растений, они, конечно, являются наиболее предпочтительными. Зеленое мыло и так далее. Это мягкие воздействия на вредители, которые я очень сильно приветствую. Но бывают ситуации, когда без жестких и сильных инсектицидов просто не обойтись. Это, например, такие ситуации, когда ваши растения даже на уровне рассады активно заселили трипсы, белокрылки или подобного рода вредители. В этом случае нам приходится прибегать к препаратам системного действия. Препараты системного действия можно вносить как путем опрыскивания, так и путем полива растений, поскольку они хорошо проникают в почву. К таким препаратам относятся, например, Актара. Я ее очень люблю. Это очень эффективный препарат, которому очень медленно развивается устойчивость у той же белокрылки. И также другой препарат, который сочетает в себе Актару и контактный перитроидный препарат – это эфория. Поэтому, если у вас ситуация тяжелая, то даже предпочтите эфорию той же самой Актаре. Ну, а если ситуация очень тяжелая, то в этом случае применяйте комплексные препараты на основе даже трех действующих веществ. Один из них, их много, под разными названиями. Например, жукоед. То, что он называется жукоед, не означает, что его можно использовать только против колорадского жука. Он в равной степени будет действовать на белокрылку, трипса, тлей и многих-многих других вредителей. Но при использовании системных препаратов не забывайте о необходимости думать о безопасности полезных насекомых. Дело в том, что эти препараты накапливаются также и в нектаре. Поэтому постарайтесь не использовать их в период опыления растений, когда растения посещаются пчелами. В этом случае прекратите применение системных препаратов и переходите на какие-то контактные, наиболее дешевые, эффективные препараты. Например, обыкновенные перитроиды, та же таблетка интавира на 10 литров воды поможет снять вам и тлей, и многих других вредителей, в том числе в период цветения ваших растений. Самое главное, не делайте только обработки непосредственно в период лёда пчёл. Отнесите эти обработки на вечерний период, чтобы препараты как следует легли на растения, погубили вредителей, и к утру, когда начнётся лёд пчёл, уже не висел этот ядовитый туман вокруг ваших растений. Говоря о щадящей защите от вредителей, ни в коем случае нельзя забывать о таких препаратах, которые относятся к группе авермектинов. Один из известных авермектиновых препаратов – это фитоверм, ну также и октофит. Эти препараты эффективны не только в отношении насекомых вредителей, но также в отношении вредных клещей и нематоды, поэтому ими можно также и поливать ваши растения. Нематода очень часто заселяется на посадки лука, чеснока, земляники, в особенности огурца и томата, в особенности в теплицах, которые уже длительно и долго эксплуатируются. Поэтому проливы, хотя бы однократные препаратам фитоверма, примерно через две недели после высадки рассады на постоянное место, являются очень и очень желательными. Один из новых, относительно новых препаратов, который эффективен также в отношении насекомых вредителей и вредных клещей – это вот такой препарат Матрин Био. Я его испытал, и он действительно оказался очень и очень эффективным, как в отношении паутинного и земляничного клеща, так и в отношении широкого спектра разнообразных вредителей. Поэтому, если вы предпочитаете покупать какие-то коммерческие препараты, при этом вы хотите, чтобы это было щадяще для ваших растений и вашего здоровья, то, пожалуйста, отдайте предпочтение фитоверму и Матрину. Это очень и очень хорошие препараты. Что касается борьбы с болезнями, то здесь стоит обратить внимание, в первую очередь, на препараты серы. Кроме того, что препараты серы, коллоидная серы, теовиджиэт, помогают нам справиться с мучнистой росой и некоторыми другими болезнями, они также помогают справиться и с клещами. Это незаменимые, буквально незаменимые препараты для ухода за огурцом. Когда в теплицах становится жарко и сухо, паутинный клещ буквально сжирает огурцы, лишая нас продолжительного урожая. Поэтому обработки серы являются очень и очень желательными. При этом, такие препаративные формы в виде порошка, теовиджет, коллоидная сера, бывают очень сложными для использования. Они забивают опрыскиватель, их достаточно сложно дозировать, разводить. Я во всех случаях применения серы предпочитаю использовать такой препарат, который называется ПСК или ПФК Лерос. Это фактически жидкая сера. При нанесении на растений она обладает резким дезинфицирующим и окорицидным действием. Немножко пахнет сероводородом, который обладает как раз дезинфицирующим и окорицидным действием. И после нанесения этого препарата на листья, на них образуется тончайший-тончайший равномерный слой, именно уже элементарной серы, который в течение двух-трех даже недель защищает наше растение. Поэтому этот препарат должен быть под руками всегда. Также, конечно, при борьбе с болезнями не стоит забывать о медь содержащих препаратах. Хотя это, так сказать, рецепты еще из XIX века, но они все еще остаются актуальными для наших растений. Подавить широчайший спектр болезней на плодовых и ягодных растениях, среди плодовых и парша, и плодовые гнили, и манилиальный ожог. Все они поддаются препаратами на основе меди, на основе медного купороса. Также очень хорошо подавляются такие заболевания, как какомикоз и кляцтероспориоз на косточковых растениях. Легко подавляются пятнистости на землянике, разнообразные заболевания на смородине. Ну, разве что мучнистая роса не очень хорошо подавляется вот этими медными препаратами. Не стоит забывать, что листья, обработанные медными препаратами, становятся такими, ну, некомфортными для заселения белокрылкой и колорадским жуком. То есть медные препараты также обладают и репеллентным действием. Существует много готовых форм медных препаратов. Это и бордовская смесь, и абикопик, и медекс, и прочие другие. Но я все-таки предпочитаю иметь в запасе самый обыкновенный медный купорос, потому что все остальные препаративные формы я смогу сделать сам самостоятельно. Ну, если уж говорить о готовых формах медного купороса, то я отдаю предпочтение нашему белорусскому препарату, который был изобретен в Институте защиты растений, он называется азофос. Вот он очень-очень удобен. Все остальное я готовлю сам с добавлением золы, с добавлением соды, с добавлением извести, с добавлением даже молока и прочих компонентов нашатырного спирта под конкретную необходимость, под конкретное заболевание и под конкретное растение и их фазу развития. Следите за выпусками на канале Иванова Наука, и вы будете в курсе к сезону, к необходимости использования сроком использования этих медных препаратов, будете всегда в курсе дел. Ну и еще один купорос, который должен быть обязательно у нас в запасе, это железный купорос. Кроме того, что он является источником непосредственно железа для наших растений, и малина, и томаты, и огурцы частенько хлорозят из-за недостатка железа, поэтому нет-нет, да в разные подкормочки мы это самое железо добавляем. Среди различных микроэлементов железо растениям необходимо больше всего, поэтому просто капельками микроэлементов порой не обойтись. Его надо добавлять отдельно. Но я также использую железный купорос для приготовления различных искореняющих, обжигающих растворов. По осени я очень широко их использую. Прям вот такой крепкий 5% раствор железного купороса, 500 грамм на 10 литров воды, для того, чтобы обработать розы, чтобы обработать все плодовые ягодные растения, для того, чтобы искоренить любые инфекции. Поэтому железный купорос у нас должен быть всегда в запасе. Что касается контроля прочих заболеваний, то здесь широко можно использовать биологические средства защиты и какие-то синтетические фунгициды я не использую. Все-таки я озабочусь о своем урожае, о своем здоровье и об окружающей среде. Здесь возможности биологических средств защиты зачастую превосходят возможности синтетических фунгицидов. Переходя от защиты растений к их стимуляции, я также хочу отметить, что в основном стимулирующие препараты я использую биологического происхождения. Это всевозможные бактерии и грибы, которые улучшают рост корневой системы, увеличивают поглощение питательных веществ корнями, улучшают рост надземной части растений. Но есть один синтетический гормон, который я использую в своей практике садоводства и огородничества. И это вот такой вот препарат, который называется Эпин. Он очень помогает как в период выращивания рассады для замачивания семян, для опрыскивания рассады, так и в период, когда нам необходимо простимулировать рост наших растений, увеличить также поглощение питательных веществ. И в конечном счете увеличить урожай. Его надо совсем немного для использования, поэтому на мое овощное плодовое хозяйство хватает буквально нескольких упаковок. Только, пожалуйста, обращайте внимание на концентрацию Эпина. Вот обратите внимание, потому что очень часто в Российской Федерации продается Эпин с концентрацией в 10 раз меньше. Не переплачивайте. Что ж, вот это такой минимальный набор инструментов, удобрений, средств защиты растений и средств защиты нас самих, о котором я хочу вам сказать в преддверии следующего садово-огородного сезона. Конечно, мы будем говорить о семенах, конечно, мы будем говорить о биопрепаратах. Это отдельные темы нашего рассказа. Но, заходя в магазины, вы должны соблюдать один важный принцип. Не покупайте лишнего, не тратьте деньги на лишнее. И если вы способны самостоятельно приготовить смеси на основе исходных минеральных удобрений для подкормки, если вы можете вторично использовать какие-то вышедшие уже из обихода вещи, те же перчатки или какую-то одежду, если вы вторично используете лоскуты с панбонда, то вам зачастую не нужна побелка, например, или что-то еще. Наше садоводство и огородничество должно быть дешевым. Не надо тратить на него слишком много денег. Но, конечно, что-то надо и купить, потому что совсем без покупки тех или иных товаров обойтись, к сожалению, невозможно только натуральным хозяйством. Но, рационализируя свое огородничество, вы можете убедиться в том, что оно может быть очень и очень доступным. На этом я прощаюсь с вами. Желаю всем удачного и урожайного сезона. До самых скорых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.